Сидела в тюрьме, но ведь все равно ваши листовки не остановят войны. Вы только помогаете разлагать армию. Очень жаль, но ты ничего не понял, Евгений. Что касается армии, она уже разложилась, и ты знаешь почему. Как-то мне сказал молодой инженер Нарежный, каждый живет своим, и в то же время мы вместе. Да-да, это было. Ну что же изменилось? Женя! Прости меня, но мне пора. Маскареевы, капитан, может быть от этой поездки зависит судьба России. Какой России? Ну, Морозов! Ну, как у вас, Морозов? Садитесь, пожалуйста. Морозов, 32-ю. Да не скорее, дорога каждая минута. Так нельзя, господин полковник. Того и гляди, свалимся. Да не, я тебе приказываю. Вы как торопитесь, граф. Как будто от вашей поездки действительно что-то зависит. Не притворяйтесь, капитан. Вы все еще не понимаете, что значит захват власти большевиками. Везде восстание. В Киеве бунт. Армия переходит на сторону большевиков. Если их не расставить, России конец. Вы так думаете? Мы снимаем верные части с фронта и бросаем их на подавление немедленно. Граф Кутов спасает отечество. Любопытно. А немцы? Морозов, сюда, встой! 32-ю украинскую дивизию думаете снять с фронта? Так ты нарочно? Ты понимаешь, что ты сделал? Это приказ Центральной Рады. Как не понимать, граф? Снять войска с фронта, немцев пустить на Украину. Так что ж мне теперь, пешком идти? Как хотите. Позвольте, Огонька. Я пойду, а ты в спину. Я не убийца, но свои убеждения имею. Вы остаетесь? Нет. Мне нужно в часть. Пришельская свалочь. Морозов! Морозов! Господи, боже мой! Морозов! 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 Потерпите, Морозов! Потерпите! Что-то случилось. Морозов! 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 Морозов!